Техническое описание кода неисправности OBD2 – высокий вход цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя номер 2 Что это значит? Этот диагностический код неисправности – DTS – является общим кодом трансмиссии, что означает, что он применяется ко всем более новым автомобилям 1996 года – VW, Ford, Dodge, Chevrolet и т.д. Несмотря на общий характер, конкретные этапы ремонта могут отличаться в зависимости от марки, модели, датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя – EST – представляет собой термистор, ввинченный в канал охлаждающей жидкости в головке цилиндров, сопротивление датчика высокое при низкой температуре охлаждающей жидкости и сопротивление падает при повышении температуры охлаждающей жидкости Модуль управления силовым агрегатом – PSM, обеспечивает опорный сигнал 5 Вольт и заземление к датчику – PSM контролирует падение напряжения для определения температуры охлаждающей жидкости, если EST читает меньше, чем температура замораживания Если двигатель работал более нескольких минут, PSM определяет неисправность цепи и устанавливает этот код, или, если PSM определяет, что сопротивление датчика не соответствует спецификации, этот код устанавливается Пример датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя EST примечание – этот код неисправности в основном идентичен P0118, однако разница с этим кодом заключается в том, что он относится к цепи датчика номер 2 EST, таким образом, автомобили с этим кодом означают, что у них есть два датчика EST Убедитесь, что вы диагностируете правильную цепь датчика, возможные симптомы Симптомы P2185 могут включать в себя очень плохую экономию топлива, отсутствие условий запуска, автомобиль может начать движение, но очень плохо ехать, дует черный дым, работает очень неровно и пропускает зажигание Подсветка причин ML, код P2185 может означать, что произошло одно или несколько из следующих событий Плохое соединение на датчике номер 2 EST Обрыв в цепи заземления между датчиком номер 2 EST и PSM Короткое замыкание в подаче напряжения между датчиком и PSM Плохой PSM – менее вероятный Плохой датчик температуры Внутреннее замыкание Возможные решения Во-первых, если у вас есть доступ к диагностическому инструменту, проверьте показания датчика охлаждающей жидкости номер 2, это читает логическое число Если так, проблема, вероятно, неустойчива, выполните тест покачивания, покачивая разъемы жгут к датчику, наблюдая за показаниями на диагностическом приборе, следите за любыми отсевами Отсев будет указывать на плохое соединение, если диагностический прибор показывает нелогичную температуру, проверьте сопротивление датчика температуры, если это не соответствует спецификации, замените его Если это соответствует техническим характеристикам, отсоедините датчик и, используя плавкую перемычку с предохранителем, соедините две клеммы разъема вместе Теперь показания температуры должны быть доведены до 250 градусов по Фаренгейту, если нет, то, вероятно, существует проблема с цепью заземления или источником питания, проверка на 5 вольт опорного напряжения на разъеме Также проверьте наличие заземления на разъеме, если у вас нет 5 ВРФ, и, или заземления, проверьте их обратно на разъеме PSM, если они имеются на разъеме PSM, устраните разрыв или короткое замыкание между PSM и датчиком, если вы этого не сделаете, отсоедините неисправный провод от PSM, а затем проверьте правильность напряжения на выводе PSM, если он присутствует сейчас Устраните замыкание на цепь, если его нет после удаления провода и проверки штифта, замените PSM, примечание, обычно P2185 указывает на неисправность датчика температуры, но не исключает эти другие возможности, если вы не знаете, как диагностировать PSM, не пытайтесь, соответствующие коды цепи датчика есть и P0115, P0116, P0117, P0118, P0119, P0125, P0128, P2182, P2183, P2184, P2186